На неделе президент Азербайджана совершил двухдневный официальный визит в Узбекистан. Мельхам Алиев отметил, что Узбекистан стал первой страной, в которую он отправился после пандемии. В связи с пандемией я приостановил все официальные визиты. Более чем два года не совершал официальные визиты. И первый официальный визит после того, как пандемическая ситуация позволяет, я совершаю в братский Узбекистан. Это проявление наших отношений, проявление братства и дружбы наших народов. Это был первый визит Алиева после пандемии именно в Узбекистан. Это, наверное, говорит о том, что именно в Узбекистане сейчас здесь видят такого регионального лидера, лидера в Центральной Азии. И можно сказать, что такая оценка действительно оправдана. За последние шесть лет Узбекистан действительно демонстрирует мощный рост в том, что касается основных экономических показателей. Активно развивается социальная сфера. И сейчас действительно Узбекистан претендует на то, чтобы стать главным лидером в Центрально-Азиатском регионе. При этом выстраивая очень прагматичную и очень продуманную внешнюю политику. В прошлом году аналитики Европейского банка реконструкции и развития признали экономику Узбекистана самой быстро растущей в Центральной Азии. В нынешней непростой геополитической ситуации Азербайджан собирает пул надежных партнеров, с которыми можно сотрудничать на взаимовыгодных условиях. В прошлом году Азербайджан подписал союзническую шушинскую декларацию с Турцией. В феврале этого года Россия и Азербайджан подписали декларацию о союзническом взаимодействии. И вот еще одна уже третья декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества с Узбекистаном. Это 18 документов, затрагивающие совершенно разные сферы. Это по существу дорожная карта нашей деятельности в будущем. Там отражены внешнеполитические приоритеты, там выражена взаимная поддержка территориальной целостности, независимости, суверенитету наших государств, а также по многим направлениям жизнедеятельности. Потому что сегодня регион Каспия, Центральной Азии, Южного Кавказа – регион, который нуждается в мире и стабильности. И основой этого, конечно, политическая воля лидеров, а также экономические предпосылки. Я думаю, что те договоренности, которые мы сегодня достигли по увеличению товарооборота, по инвестиционным проектам, по транспортно-логистическим направлениям, по проектам, связанным с углублением сотрудничества в сельском хозяйстве – все это будет создавать прекрасные возможности для наращивания и товарооборота, и еще большего сотрудничества между нашими странами и народами. Особое внимание будет уделяться проектам кооперации. Как вы знаете, мы успешно наладили совместное производство автомобилей «Гаджигабули». Развиваем сотрудничество в области щелководствия. Прорабатываем десятки новых проектов в добывающих отраслях нефтехимии, фармацевтики, производстве стройматериалов, готового текстиля, продуктов питания, ювелирных изделий и виноделия. За последние годы товарооборот между странами вырос в шесть раз. Число совместных предприятелей увеличилось в четыре раза. Накануне встречи президентов состоялся бизнес-форум. Был подписан пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов на сумму свыше полумиллиарда долларов. Для продвижения новых проектов будет создан совместный инвестиционный фонд. Экономики двух стран взаимодополняемы. В качестве такого примера можно привести кооперацию в области автомобилестроения или, например, шелководства. Это такие небольшие моменты, которые уже сейчас показывают перспективу того, что действительно есть куда двигаться дальше и есть в этом взаимный интерес. В Восток, как говорится, дело тонкое. В выборе партнера и союзника здесь должны сложиться несколько факторов. В том числе и исторические. Почему у Ильхама Алиева сложились добрые, даже дружеские отношения с Владимиром Путиным? Да потому, что его отец Гейдар Алиев был в теплых отношениях с российским лидером. С Узбекистаном у Гейдара Алиева также складывались хорошие отношения. В поездке Ильхама Алиева много символизма. Он даже приехал в те же даты, когда его отец впервые в качестве президента Азербайджана посетил Ташкент. В Узбекистане об этом помнят и по такому случаю была торжественно открыта площадь Гейдара Алиева в Ташкенте. Символично, что нынешний визит проходит ровно через 25 лет после первого официального визита в нашу страну общенационального лидера Азербайджана Гайдара Алиевича Алиева. Для меня стало большой честью сегодня вместе с нашим дорогим гостем, уважаемым президентом, открыт обновленную улицу имени Гайдара Алиева и установленным барельефом. Это наша дань памяти великому человеку, настоящему лидеру своего народа и близкому другу Узбекистана. Я выражаю благодарность вам, Шавкат Мирамонович, как президент Азербайджана, как сын Гейдара Алиева, за такое отношение к памяти моего отца, выражение от себя и от всего азербайджанского народа. Мы это очень высоко ценим. Мы видели, с какой любовью, с каким уважением в Узбекистане чтят память Гейдара Алиева, и нам это очень приятно. Кстати, политика Узбекистана и Азербайджана чем-то схожа. Оба государства являются важнейшими торгово-экономическими партнерами России, но при этом ведут независимую политику. Нельзя исключать, что Узбекистан в будущем станет одним из звеньев новой торговой коалиции, которая сейчас создается в Закавказье. Нужно понимать, что страна не имеет выхода к морю, и на встрече Мирзиоева Алиева много говорилось о развитии транспортных коридоров. В частности, вспоминали железную дорогу из Китая через Киргизию и Узбекистан, и еще одна ветка из Термеза через Мазари-Шариф-Пишевар. Это направление позволяет выйти к огромному рынку Азиатско-Тихоокеанского региона с огромным количеством потребителей. И, конечно, для экспортоориентированной страны, которая является Узбекистан и Азербайджан тоже, все эти инфраструктурные проекты могут иметь колоссальное значение. По итогам переговоров Шавкат Мирзиоев пригласил Ильхам Алиева в ноябре посетить город Самарканд и подвести первые итоги подписанных договоренностей.